Хоккейные чемпионы Украины гуляют по лучшему стадиону Восточной Европы. На Донбасс-арену приехали все, от президента до массажиста. Многие уже здесь бывали, но только в качестве болельщиков. Сидели, по-моему, вот там. Оттуда как раз смотрели, но все поле так изумительно видно, что вообще. Вот там самый, не второй, а третий ярко. Вот оттуда. Было очень хорошее место. Я смотрел матч, правда смотрел он из самого далека. Это очень разные. Отсюда смотреть, это совсем другие впечатления. Здесь намного впечатляет. Не пожалели еще, что вы выбрали карьеру по сценарию хоккеиста, а не футболиста? Нет, там где я был, у меня не было футбола, поэтому выбирать не приходилось. В раздевалке «Шахтера» ведущий форвард хоккейной команды Александр Матерухин выбирает кресло чеха Томаша Хюбшмана, который однажды тоже держал в руках клюшку. Приезжал к хоккеистам на тренировку. Сегодня спортсменам увидеться не удалось. Игроков «Шахтера» навстречу не отпустил тренер. Поэтому меняться символикой хоккеисты отправились к директору стадиона. Ощущается легкая конкуренция между футболом и хоккеем. У моего сына, ему там три года, если раньше он говорил, ну, скажем так, на футбол он ходит там, когда мама была в животе, на хоккей вот несколько раз был, говорит, все, теперь я хочу стать хоккеистом, хочу вот это вот показывать, не может объяснить вот это. Вот это. В ближайшее время Донбассу предстоит двухматчевый вояж на север России. По возвращении хоккеисты планируют снова прийти на Донбасс-арену, чтобы поболеть за «Шахтер» в важнейшем еврокубковом поединке спорту. Ребята, я знаю часто, довольно-таки часто все матчи, которые у нас попадали, когда мы находимся дома, то посещают все. Я знаю, что 23-го числа мы как раз возвращаемся из поездки. Надеемся, в первой половине дня, и тогда вечером почти все, я думаю, все команды придут на футбол. Евгений Платонов, Владимир Конопля, телеканал Донбасс.